Будем к обсуждению доклада с РЕССЯ целей и задачи Азиатского национального движения. Чуть позже. Почему бы не другое какое-то время. Вот об этом идет речь. В программе предусмотрено, что наши гости скажут нам что-то в этом направлении, потому что они живут в европейских странах. Они видят, как у них было или как стало, какие были ошибки. Вот из того, что я рассказывал, когда я рассказывал про государство, может что-то резало слух, или у вас есть свое видение этого, я предлагаю это обсудить сегодня. Потому что она говорила хорошо. У меня возник такой вопрос. Экономическая политика. Это реформирование деревообрабатывающей промышленности. Дело в том, что на территории Лезинмастера лесов-то не так много, больше полей. Поэтому мне кажется, что важно, что должна быть даже не столько деревообрабатывающей промышленности, а аграрный сектор. То есть создание мяса, допустим, кабинетов или допустим, чего еще. Или зерна. Зерна. То есть это будет на основу, потому что это в Финляндии много лесов, а он Лезинмастер на сплошных полях практически. Там есть, конечно, некоторые зоны с лесами. Поэтому вот этот вопрос мне, конечно, резонул немножечко. Еще вот тоже сделать Лезинмастер цифровым центром притяжения до Урала, значит, при этом мы должны создать законодательство и налоговую среду. Я бы еще добавил реформирование образовательной сферы. Потому что, чтобы было цифровое притяжение, нужно, чтобы люди могли хотя бы своему опыту объять. Потому что это, если у нас в стране люди, ну, в России, в смысле, люди вообще даже не представляют, как работает решение, условно, но тут бывает она не очень. Так что нужно образовательную сферу тоже улучшать, конечно же. Ну, это безусловно. Что касается дерева, на самом деле, он там есть. Леса есть в Леновской области, в Леновской области есть леса. Ну, понятно, что больше полей, но это такой технический вопрос, как бы. Это рекомендации вот этого фонда, к которому мы обратились. Они проанализируют вообще состояние этих территорий и что там исследуется. Там были сомнения по поводу, например, САРА, Арзамас-16. Там сейчас проектируется и изготавливается практически, ну, не изготавливается, но проектируется и исследуется ядерное оружие. Мы говорим, что мы безъядерная зона. Что делать с САРА? Он отдавать его куда-то и ликвидировать? Что делать? Кто-то говорит, что нужно это переставить на мирные рельсы. Но все-таки вот меня больше интересует сейчас мнение наших гостей по поводу сферы такой гуманитарной. Мы хорошо знаем, мы приехали с Киевом, мы вот здесь, мы хорошо знаем и про опыт, и про успехи, и про ошибки Украины, например. Может быть, что-то вы скажете, вот, в связи от того, что я рассказывал, что вам, Иль, вот так прям, что не понравилось, например, или что вы по-другому видите? Можно я попробую сказать? Так, дружеский народ, да, говорим. Цельные задачи в Азианской национальной движении, вот, для кого направлено вот это именно вот? Здесь, я честно. Там это направлено? Да. Немная аудитория. То есть, цельная аудитория, вот это, есть Азианское национальное движение. В России придумали слово «этноактивист», по-моему, да, такое непонятное совершенно слово. Ну, во-первых, многие, по инерции, вслед за коммунистами, они любят или не нравится слово «националист». Азианское национальное движение – это движение националиста. Что такое националист? Националист – это человек, который любит свой народ, готов пожертвовать ради своего народа чем-то, и уважает всех, кто уважает его народ. Я не прав, вот название, а про весь текст. Да, точно. Так вот, вот этот весь текст направлен как раз этим людям, этому азианскому национальному движению. Что делать? Чтобы они знали, куда двигаться. Вот у нас вот такая цель. Потому что, в общем, говорить можно, если только нет цели, все наши движения – это только процесс. Можно ходить с вагонами по кругу, это красиво, можно снимать разных точек, это красиво. Но это весь результат, нужно всегда понимать, если вы как активисты народа, например, если делаете какую-то акцию или что-то, дело, надо четко понять, какой будет результат, зачем они это делают. Вот это вот для того, чтобы наши активисты видели, куда мы стремились. Я в основном активистам, но мне кажется, русские будут тоже это читать, и мне кажется, нужно добавить что-нибудь про гарантию безопасности для них, что не будет никаких этнических чисток и прочего, чтобы они понимали, что это дружелюбный проект, они… Нельзя написать все, чего не будет. Я готов. Мы пишем, что будет. Из того, что мы говорим, мы понимаем, что это не предусмотрено. Гарантия безопасности. А что такое гарантия? Ну, от вас, от инфрационального движения, что не будете убивать там резерв. Нет, мы не будем убивать резерв. Более записать, я могу поставить сейчас резервы. Мы, то есть, исходя вот из того, что мы говорим, там нигде не видно, вот как мы можем удержать с нашими слабыми силами тех же Макшан, Татарами, Меликеси, например, как мы будем убежать, если мы будем кого-то убивать или резать. Мы говорим, давайте найдем наоборот. Развал Российской Федерации вызовет страшные катаклизмы, которые заключают в том, что люди будут страдать, будут убийства, поджоги, кражи. Почему я так говорю? Потому что психоз, который овладел сегодня миллионами мозгов, он лечится только одним способом. Только одним путем. Тем самым, какой прошла Германия после поражения, нет других способов. Так вот, но это Европа была. Теперь давайте, хотя там Советский Союз влиял на все эти беды немцев, а теперь давайте возьмем нашу территорию. Представьте себе, что никакой власти нет. Плохо с едой. Плохо со всем. И ты сильнее здоровый, у тебя оружие, тебе надо что-то взять там у кого-то. То есть будут драться из-за чего только, из-за всего. Вот наша задача организоваться так, чтобы хотя бы минимизировать эти страдания наших народов. Чтобы организоваться и идти цивилизованным путем. Чтобы не допустить, чтобы, например, в той самой отходе Владимирской области Лерязанской заходили на нашу территорию люди, которые хотят поградить или убивать. Поэтому мы должны быть не просто добрыми, но быть сильными, злыми и готовыми на то, что защищать инициальности. Но мы нигде не говорим, что мы кого-то будем... Помните, я говорил про ФСБ, что я говорил? Да, иллюстрация. Да, суд определения. Кто-нибудь, кто тебя убирает. Хотя, наверное, кому-то хочет отомстить. Но с другой стороны, когда ты таким образом вестишь, ты сам становишься похожим на того, кому ты вестишь. Чего должно быть закон. И поэтому мы ильяне утвердили свой совет, право, Верховный суд. То есть мы армеллируем право цивилизации. Мы не будем ставить список того, чего мы не будем делать. Хорошо. Но мне просто кажется, что если не написано чего-то, то люди это задумают и будут уже... А если написано, например, в Конституции Российской Федерации, что рязанские государства на ЭКОМИ тоже, и там масло написано, и ничего не соблюдается. Ну, вообще, мне кажется, здесь, что в словах Алексея есть сырмяга. Потому что все инструкции, они пишутся как бы для идиотов. Ну, то есть инструкция должна быть очень простым языком написана, чтобы ни у кого не возникло вопросов, куда можно засовывать патья, а куда нет. И так же и тут, наверное, может быть, действительно это стоит проговорить. Надо подумать, как это... Чтобы просто, знаете, не возникало какой-то конспирологии. Поставить фразу и сформулировать. Вот давайте, мы же там все сработали. Давайте, как это можно сформулировать, написать, чтобы люди поняли, что мы не последователи. Те, кто дает гарантии безопасности стране, когда оттуда вывозят ядерное оружие, а через меньше чем 30 лет нападает на это государство. Поэтому декларация такая вещь населенная. Важны, дела какие. Что мы делаем? Что мы гарантируем правовое общество, основанное, правовое государство, основанное на законе. Вы уже написали это? Да. Нет, именно конкретно, что другие национальности. Да, что это не ирзянского населения. Можно я тут просто... Да, конечно. Ваши выступления очень похожи, скажем, на наши мысли, националистов карьерских. И вот я думаю, что здесь русские, которые останутся, которые гарантированно должны получить безопасность, как вы считаете, как раз вот существует именно три вещи. Это первое. Чтобы стать гражданами и получить государство гарантии безопасности, они должны выучить язык, выучить историю той страны, где они будут жить, и дать клякту к этой стране. Если они это все выполняют, выполняют законы к этой стране, они получают, соответственно, гарантию безопасности. Но мы живем в вакууме, да? Это не университет. Это ведь не университет. Это не университетская программа. Это жизнь. Вы хотите, чтобы был какой-то закон, и давайте жить по законам. Ну тогда, да, поэтому давайте жить по законам. Мы создаем правовое пространство, и пространство, где существует закон. Не Российская Федерация, а наш закон. Наш закон основан, допустим, на датском праве, как это сейчас в Англии или в США. Мы гарантируем всем равные права. Да, не граждане не могут голосовать и участвовать в политической жизни. На каком-то там общем нашем федеральном уровне. Но они могут решать свои местные проблемы, коммунальные или какие еще. Сейчас повторяю, если они станут гражданами, а чтобы стать гражданами, нужно сдать язык, историю... Я говорю не граждане. Я говорю не граждане. А не граждане? Да. И мы гарантируем равные права и ирзианскому, и неэрзианскому населению. Игражданам? Это там написано. Да, да, просто тут у нас разночтение. Обычно равные права гарантируются и гражданам, и негражданам. Неграждане только не могут голосовать на федеральном уровне. Где же об этом? Они такие же люди, да, это я просто... Это так и говорил. Просто это не ясно людям из Кореи. Что между нами разницы никакой нет. Они очень точно сказали, что это правильно. То есть мы строим не какой-то нацистский рейх в стиле какой-то модернового 20 века. Мы у меня были. Нет, 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 мы совершенно засоветуемся. Вот правильно говоря, потому что сейчас мы не можем все случаи рассмотреть. Но мы плазаем в общем, что это... Там первый пункт идет, это правовое государство, которым не может быть кто-то, нет функции у полиции или у кого-то еще, нет карательного возраста на фейс суды. То есть полная публичность, полная, абсолютно полная публичность. Мы показываем пример. Все, что мы делаем, альзианские национальные движения, мы ничего не скрываем, кроме имен Совета Старейшин и имен наших некоторых товарищей в Киеве и других странах, которых нельзя называть. Они работают, нельзя называть. Все остальное можно на сайте посмотреть. Мы приехали на съезд, мы написали, мы едем на съезд. Вот фотографии со съезда, вот делегация киевская приехала сюда, вот мы проводим. Мы ничего не скрываем. И, я не знаю, предположить, что эти люди придут нас убивать, могут те, которые пугают себя самими страхами. Это они так думают, они себя пугают. Как жители Крыма пугают себя страхами, это будут биндеровцы какие-то, да? Как жители России так думают, что кто-то к ним придет. На самом деле, украинец, он уже и не видит, и не слышит, а тот меня об этом ничего не хочет. То, что куда-то хранить и завоевывать. Но они себя пугают самими страхами. Это все крутится от одного к другому, еще больше растет. Я думаю, что мы не будем что-то специально гарантировать, потому что это как бы... Ну, не хочешь, не надо. Вот мы строим государство, вот такое. Кого-то обидели, никого еще не обидели. Ты не хочешь. Но вы видите, что получается, что Российская Федерация есть в пространстве, где поцветает разная конспирология, и люди живут какими-то призраками, да? Они... То есть это нужно сартикулировать так, как это в инструкции какому-нибудь электроприбору. Чтобы это было просто понятно, да, или идиот. Что мы гарантируем для всех равные права. У нас есть суды, у нас есть то-то. Никто не пустит учеблен, а не граждане, это только те, кто не сдал там экзамены или какой-то, не прошел он контроль. И он просто не может голосовать за имен Азор. Вот это написано. Антон, это первый съезд, это общая программа, потом все будет дорабатываться. Я это у нас есть. Антон, когда вы были послезы в России? Вот, на Раверте, недавно. Ну, за год назад, за год очень сильно все изменилось. Просто смог на голову. И, а что это значит просто? Я просто не понимаю, я просто не понимаю интенцию вашу. То есть, чем отличаются граждане от неграждан? Неграждане не могут голосовать за высшую власть. Они не могут голосовать за премьеров, я не знаю, за членов парламента. Но они могут голосовать на своих муниципальных выборах. У них такие же права. Пусть держат в русские республики и там голосуют за свои. Он присягл в своем кантоне. Да. Не в федеральном царе. Да. Но он может проголосовать, где ему поставить лавки и по какому маршруту нужно ходить автобусы? Нет, нет, нет. Он не гражданин. Он живет, работает, его никто не трогает. Да, он зарабатывает деньги. Он не выбирает. Он не выбирает. Не выбирает и не избирает. Потому что для него это что-то чужое, ему это не надо. Да, да. Если тебе это не надо, ты ничего этого требовать не можешь. Живи. Права у всех одинаковые, а обязанности голосовать это не право, это обязанность. Да, так что мы всем даем одинаковые права, но не даем обязанности одинаковые. Ну хорошо, можно рассмотреть и подумать, как это может быть по-другому. Какую фразу нужно ставить? Как нужно абзац какой-то? Гарантируем безопасность представителям других национальностей. Прямо вот так, как в инструкции для идей. Гарантируем безопасность представителям других национальностей. А каким не гарантированным? В смысле, ну... В прямом? Другим, в том плане, что тут указаны Эрди, а Мокша, Татар... Если есть фраза гарантированная зато другим национальностям... Остальные тогда. Кому? Всем! Там уже сказано, что это право возможно. Можно все это узнать. Равных прав... Там это написано. Мы не будем писать точно, выдавать гарантии, потому что обычно гарантии дляют для того, чтобы их потом... А можно задать вопрос, Карьёвов? Вы имеете в виду, что надо, короче, русских всех отправить обратно в Брянск? Нет, мы не собираемся никого отправить в Брянск, просто я думаю, что многие сами хотят уехать. Их менталитет не подходит нам, а наш не подходит им. И когда мы создадим государство финногорское, да, с нашим менталитетом, как у финна, то они не захотят просто в нем жить, и мы очень надеемся, что большинство этих уедет. Просто сами. Мы не собираемся точно так же никого вырезать, убивать. Мы даем гарантию всем, кто получит гражданство. Кто гражданство не получит, я думаю, что им вообще... Я не очень понимаю, зачем негражданину жить на этой территории, если он не хочет негражданину. Значит, он, наверное, любит какое-то другое государство. И если он любит какое-то другое государство, ему, наверное, туда нужно и уехать. Мне в коме уехать обратно получать? Что же в коме мы примем? Ну, мы примем вас с радостью. Мы в коме примем с радостью. То есть сейчас я в Эстонии без гражданства, я люблю другую страну. Мне обратно возвращаться сейчас? Нет, я думаю, что... Ты в близкоразце. Да, понимаете... Это совсем другая история. Мы же разговаривали о русских, извините. Уважайте. А как вы будете это отвечать? У людей на руку не написано, кто что думает. Как вы будете это отвечать? Вы не сможете... Вы не можете категоризировать и миновать людей. Мы не говорим. Мы не понимаем, граждане, неграждане сложут присягу или не сложут присягу. Вот я не гражданин в Эстонии. Я имею право голосовать на выборах в Тарту. Где будет питьевой фонтанчик? Где поставят лавку? Я голосую за все это. Хотя я вообще не гражданин Эстонии. Но я не могу выбирать его Лиги Болу, да? Я не могу выбирать... Это наше будущее, но пока... Только это единственный путь. Это баса. Это баса. Единственный возможный путь. С вашего позволения. Смотрите. Не совсем корректно сравнивать сегодняшнюю Эстонию и завтрашнюю Эрзенмастер. Потому что, поверьте мне, что вы адекватный, нормальный, культурный человек... А для всех остальных есть тюрьма. Нет, нет. Вы голосуете где поставить лавку. Если мы сразу дадим такие вот права выбирать всем, кто не принял гражданство, может оказаться, что их больше, чем граждан. И они так наголосуют, что мы окажемся в тех тюрьмах, о которых я говорил. Поэтому, скорее всего, это может быть и Сената говорит, но я думаю, что, скорее всего, если будет ситуация такая военная, она будет военная. Скорее всего, придется вводить военное положение, чтобы не допустить, не допустить вот этих вот агрессий с внешней стороны. Мы не знаем, как там будем. Обсуждать, как там будет. Обсуждать это сейчас не имеет смысла. Мы говорим о том, что мы хотим построить светлое государство для людей. И есть масса людей, которые этого не хотят, включая и тех, кто у нас в середине. Мы им должны рассказать и убедить, что это государство – это один из земных выходов из той ситуации, когда все будет валиться. А так будет. Я свидетель майданов украинских, я свидетель войны в Украине. Я видел, как влияли люди пророссийски настроенные на ситуацию. Это страшно, это страшно. После, их было очень много, после февральского нападения, огромная масса людей, абсолютно пророссийских, поменяли свои взгляды на это. Огромная масса стали украинцами, гражданами и в душе, и по паспорту. Раньше были только по паспорту. Жизнь расставит это по своим местам и скажет человеку, каким гражданином лучше быть и кого придерживаться. Потом, а мы должны показать, вот туда надо идти. Но если он не захочет, пусть идёт и Азанскую область, пусть идёт и Владимирскую, и Тульскую, я не знаю куда. Но весь этот спор начался как раз с посылки Алексея о том, что это действительно должно быть как-то с артикулировано. Для нетитульного населения, для неэзианского населения мы гарантируем равные права. Вы сказали это. Да. Там это есть. Сейчас надо понимать страхи людей просто. Русские очень боятся вот таких национальных движений именно потому, что они боятся, что их будут резать, убивать людей. Они боятся, что мы всем такие, как они. Они боятся страхи. Да, они боятся сам себя. Нет, на самом деле русские боятся страшилок, которые придумывают их не диктаторы, а они сам. Я про это говорю, что надо учитывать эти страхи, потому что это цель и задача на перемены. То, что будут перемены. А при переменах идёт очень непонятно. Пожалуйста, подумайте вместе.